Жарко? Охлаждайтесь выгодно. Распродажа кондиционеров. Суперстрой тепловодоснабжение. Телефон единой справочной. 66-45-45. Суперстрой тепловодоснабжение. Субтитры создавал DimaTorzok Как следили за матчем оренбургские болельщики. И билетов больше нет. Желающим отправиться на черноморские курорты в России не хватает мест, куда исчезают железнодорожные билеты. В начале о главном событии выходных. Страна сегодня отмечает День России. В Оренбурге праздничные мероприятия начались с пятницы и продлятся до вторника. В городе организованы бесплатные мастер-классы, открыты двери музеев, а на площадках и в парках звучат музыкальные композиции местных исполнителей. Что в праздничный день своей стране хотят пожелать оренбуржцы, сегодня решили узнать наши корреспонденты. Всего хорошего, заработков, здоровья, чтобы было все. В своей стране мудрого правительства. Такого правительства, которое к народу в первую очередь относится честно. Подъема, чтобы мы свои заводы налаживали свое производство и налаживали внутреннюю политику страны. Стабильность мира. Стабильность в чем? В всем. В экономике, в политике. Здоровье всем, благополучие. Войны, чтобы не было самое главное. Основные праздничные мероприятия были запланированы на вечер. В 19 часов на Беловке начался большой концерт, посвященный Дню России. Семейный скандал вылился в скандал всероссийского масштаба. 89-летняя труженица тыла жила на лестничной площадке в подъезде. И это при том, что она прописана в двухкомнатной квартире, и у нее много родственников. Вера Степановна Панферова уверяет, ей создали невыносимые условия для жизни, и она сама ушла, куда глаза глядят. Единственной, кто обратил внимание на бабушку, оказалась оренбургская студентка. Благодаря ей о труженице тыла узнали, и сейчас бабушка в больнице проходит обследование для переезда в дом престарелых. Впрочем, туда она тоже не хочет. Родственники Веры Панферовой от контактов с журналистами отказываются. После скандала они ее так и не забрали. Мой коллега Юрий Мишенин попытался собрать максимально непредвзятую информацию, и вот что получилось. А ты где со счастьем идешь, да? Нет, нет. Мы идем сюда. В комнату отдыха. Вера Степановна Панферова идет на интервью. Новые халаты, тапочки, все вплоть до белья ей выдали здесь, в кризисном отделении для граждан, попавших в сложные жизненные ситуации. Впрочем, справедливости ради стоит сказать. Свои вещи у бабушки тоже были. Даже пакет с конфетами, гостиниц для родственников, которые, по словам ветерана, устроили ей совсем не сладкую жизнь. Мама, ты продавай в твой дом, нам не хватает денег, нам должны квартиру дадут, а нам не хватает денег, а ты будешь с нами жить? Будешь жить до конца, до смерти. Вера, вы меня обманете? Нет, обманули. После продажи своего угла она жила у родственников, которых у нее, кстати, очень много. Дочь, внук и внучка, две правнучки. Бабушка уверяет, ее били и плохо кормили. И, как говорит Вера Степановна, никому не было до нее дела. Ой, опять пришла. Я говорю, знаете, доченьки мои, ну куда я? Я говорю, пусть дай мне попить, я полежу, посплю, я утром встану и больше кого не зайду. Так, пожалуйста, я утром поспала, как ушла, и больше я к ним вернулась. Так бабуля оказалась в подъезде, где утверждают, она прожила несколько дней. Откуда ее забрали к себе сердобольные соседи, а потом сотрудники социальной службы определили в кризисный центр, где, к слову, за все время ее навестили сотрудники полиции и журналисты. Родственники так и не появились. Она была в угнетенном состоянии, скажем так, да, но сегодня она успокоилась, видит, что здесь есть уход, ей удобно, есть уютно. В общем-то, ее покормили, искупали, приодели. Она сейчас, в данный момент, чувствует себя хорошо. По словам сотрудников Министерства социальной защиты населения, им тоже с трудом удалось пообщаться с родственниками Веры Степановны. Это или разговор за дверью, или в доверях, так скажем, с тем только комментарием, что это решение Веры Степановны самостоятельно. Что говорят? Это решение бабушки, что ее никто не выгонял. Ситуация крайне сложная, впрочем, судить родственников бабушки в министерстве не берутся. Чужая душа, как и чужая семья, потемки. Мы не знаем, какова была Вера Степановна в молодости, в зрелости, каково было ее отношение к собственным детям и внукам. Мы не можем говорить об этом, не беремся судить, это неправильно. Здесь, на мой взгляд, все-таки, да, на первом месте должно быть отношение к пожилому человеку, к матери, к бабушке. Они объясняют это не так, что они поругались, а из-за того, что просто тяжело было жить с бабушкой, так как ее все время что-то не устраивало. Не устраивало жить вместе. А вот отказать в общении с сотрудником полиции родственники Веры Степановны Панферовой уже не смогли. Началась проверка по этому делу. Обратилась в полицию сама Вера Степановна. Проверяются все факты, указанные в ее обращении, касаемые, получается, пенсии, на которой она указывает, что у нее, получается, забирала дочь. Потом проводятся проверки по факту причинения телесных повреждений и непосредственно по фактам того, что, почему, то есть, данная женщина не проживала, получается, у себя по данному адресу. Вот этот дом, вот этот подъезд. Здесь, в двухкомнатной квартире, и прописана Вера Степановна. Но сюда она возвращаться не желает. Не хочет она жить и с родственниками. И идти в дом престарелых не намерена. Может быть, кто-то отзовется, может быть, кто бы там взял. Я хочу умереть по-человечески, по-русски. У меня преданные есть. Смертные узелы есть, как говорить. Деньги на похорон. Все приготовлю. Все готово вот у меня. Все. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев, Вадим Нечаев, Владимир Семенов. Наше время. Ну и совсем неожиданное продолжение получил этот скандал. Похоже, дел в полиции будет не одно, а два. Родственники Веры Панфюровой обвинили студентку, которая на несколько дней забрала бабушку из подъезда к себе домой, в клевете. Якобы она распространяла неверные сведения о их семье в интернете. У нас в отдел полиции поступил материал проверки от правнучки одной о том, что данные сведения являются недостоверными. Якобы они их признали как клевета. Данная подъезда относится к мировому судье. У нас будет проводиться проверка уже в суде непосредственно. Статья 128.1 указана. Мы будем следить за ситуацией и очень не хотелось бы, чтобы студентка, сделавшая доброе дело, в итоге за свою доброту оказалась наказанной. Главным обсуждаемым событием этой недели стал взрыв в доме на улице Алтайской. ЧП, напомню, произошло 6 июня около 7 часов вечера. В одной из квартир на 9 этаже взорвался бытовой газ, было эвакуировано более 600 жителей, не обошлось и без пострадавших. Это хозяин квартиры, где все случилось, его сосед снизу и пожилая женщина. После случившегося указом губернатора в Оренбургской области был введен режим ЧС, а следственный комитет возбудил уголовное дело. Из-за чего произошел взрыв, о причинах и последствиях в материале Екатерины Волковой. Назад отходите все! Назад отходите! Все отходим назад! Взрыв газа произошел на 9 этаже многоэтажки около 7 часов вечера, как раз в тот момент, когда люди шли с работы. Я, например, в дом была как бабахнет, я дую таз, что на голову, говорю, а дети, уж нас заливают, заливают соседи, а эти еще и взорвали. Серьезно пострадал житель квартиры, где случилось ЧП. 53-летний мужчина. Он получил больше 90% ожогов тела. 31-летний Александр Хохлов, живущий этажом ниже, вспоминает, когда произошел взрыв, он только пришел домой и успел лишь умыться. Услышал громкий хлопок, а после оказался под завалами. Думаю, что электричество замкнуло, а потом, когда пыль-то все удерлась, я вижу, что уже на улице пустота туда. На место ЧП прибыли все оперативные службы, представители городской и областной власти. Оценив масштаб происшествия, было принято решение об эвакуации жителей. Тем, кому некуда было идти, расселили в гостиницу «Уютное» и кризисный центр. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уже на следующий день спасатели приступили к разбору завалов. А жители, уцелевшие части дома в сопровождении сотрудников МЧС, ненадолго пускали в квартиры, чтобы забрать документы, вещи и домашних животных. И вы подошли к бойцам? Да, я попросила, чтобы вынесли, он испугался, потому что когда взрыв начался, он лежал под окном. 7 июня указан губернатором в Оренбургской области был введен режим ЧС. После обследования стало ясно, серьезно пострадали больше 10 квартир. 7, 8 и 9 этажей. Их решили полностью восстановить. Что касается жилья соседних подъездов, то его эксперты оценили как безопасные. 9 июня стало известно, что пострадавший при взрыве дома на Алтайской скончался в реанимации 4-й городской больницы. И в этот же день Следственный комитет официально озвучивает причину мощного взрыва. Оказалось, суицид. О погибшем 53-летнем мужчине соседи отзывались нелестно. Говорят, частенько выпивал. За сутки до ЧП в его квартире уже был пожар. И на сей раз, как стало известно из наших источников, в подвыпившем состоянии он открыл газ, планирует задохнуться, но в последний момент решил закурить. Ну а пока в доме шли восстановительные работы, жителям разрешили вернуться в свои квартиры. Из семи подъездов не заселен пока тот, где прогремел взрыв. Но и туда пустят. Правда, пока до шестого этажа. Седьмой, восьмой и девятый будут восстанавливать. Только вот такая перспектива оренбуржцев не устраивает. Вот, например, с детьми боимся туда заселяться. Строительная работа будет проводиться, тем более у нас над головами. Сейчас, не дай бог, вот заселение, да, сколько будет народу, плюс будут плиты сейчас, пока не перекрытие все ставить. А если, не дай бог, сейчас рухнет это все, да зачем нам это надо? Компания «Лист» сделает металлический навес для безопасности проживающих граждан. Значит, проведем совещание с администрацией города, с компанией «Лист», со всеми службами заинтересованными. И начнем заселять третий подъезд. Сейчас, как говорят в городской администрации, готовится итоговое проектное заключение по восстановлению трех последних этажей, которые оказались полностью разрушенными. Жильцов этих квартир временно расселят. С каждой семьей закреплены ответственные. Мы прорабатываем вывоз вещей, их, и место их постоянного проживания на момент строительных работ. Ориентировочно, оптимистический прогноз. Где-то около месяца будут продляться строительные работы. Если на основании, вот как заключение дадут, и проектные решения, ну, возможно, чуть дольше. Сейчас в доме на Алтайской практически полностью возобновили газоснабжение. Поврежденный участок газовровода заменили. Ну, а чтобы еще раз напомнить о безопасных правилах пользования бытовым газом, специалисты каждому жителю подготовили специальные буклеты, дабы избежать таких чрезвычайных случаев. Екатерина Волкова, «Наше время». Не стало заслуженного художника России Александра Овчинникова. Он скончался вчера на 86-м году жизни. Творчество Александра Овчинникова было проникнуто любовью к родному краю. Блистательный живописец, участник многих российских и зарубежных выставок, темой своего творчества избрал родной Оренбуржье. Его картины хранятся во многих музеях и частных коллекциях мира. Прощание с Александром Овчинниковым пройдет завтра, 13 июня, в 13 часов в Зале памяти 1-й городской больницы. Бессонная ночь для всех болельщиков. Сборная России по футболу сыграла первый матч на чемпионате Европы во Франции. Поединок с англичанами для наших спортсменов складывался очень тяжело. После пропущенного во втором тайме гола многие уже поспешили похоронить команду. Но россияне все-таки реабилитировались в дополнительное время. В числе тех, кто до конца верил в нашу команду, были и сотрудники телеканала «Регион». Они болели за Россию в одном из спортбаров города. О неподдельных эмоциях и надежде, которая не умирает. Виталий Сапожников. Игорь Ахинфеев или Джо Харт, Артем Дзюба или Харри Кейн, Слуцкий или Хорстон, Россия или Англия этого матча. Российские болельщики ждали с начала года. Ну что ж, игра начинается. Пожелаем нашим удачи. Пока футболисты делали первые шаги по газону стадиона в Марселе, в далеком Оренбурге болельщики делали первые прогнозы на исход поединка. Предпочтение в основном отдавали англичанам. Успех сборной России верилось с трудом. Два мяча проиграют. 4-2. Да, ну можем не сидеть, мы пойдем, наверное. Самый неоптимистичный, конечно. Да нет, нет, мы выиграем, ребята. Надо просто болеть и передавать. Вон Уэйн Руль, смотри. Уэйн Руль, плохие намерения. Слушайте, а на кого из наших основная такая надежда? Хороший вопрос. На Акинфеева. В первую очередь, в первую наряду. Кому-кому, а вратарю российской сборной в этот вечер действительно пришлось немало потрудиться. Наши часто не успевали за быстрыми английскими атаками. Так что именно благодаря человеку на последнем рубеже сборная России не пропустила как минимум дважды. Так что именно игру голкипера особенно выделяли болельщики. Вратаря все мячи ловит, все отбивает. А Акинфеев. Нашу сборную в этот вечер активно поддерживала команда телеканала «Регион». Здесь и заядлые болельщики с опытом, и те, кто за игрой сборной следит только на крупных турнирах. Впрочем, каждый из нас исправно генерировал эмоции. Матчи сборной, они всегда интересны. Стараюсь следить за ними, все чемпионаты. Сколько не зарекался, не болеть больше за нашу сборную. Она там плохая такая, сякая, играть не умеют, сколько ее не хают. Но, блин, что-то меня всегда тянет, и поэтому я вот сегодня здесь. Игра нашей сборной была далека от идеала. Это и травмы ключевых игроков, приведшие к абсолютно экспериментальной связке в опорной зоне, и класс англичан, откровенно ввозивших наших флангов защитников. В итоге нелепый штрафной, и мы уступаем в счете. Ударом! Впрочем, сборная России не опускала рук. Моменты появлялись, но гола все не было. К искренней досаде болельщиков. Этот шарфик, уже ему 8 лет с чемпионата мира, Европы, когда мы вышли, да, в полуфинал. И как думаете, получится у нас, повторите? Возможности есть, однозначно. Помог ли заветный шарфик, или фартовый Слуцкого, или просто характер, который показали наши футболисты. Но в дополнительное время случилось это. Ничья, которую смело можно расценивать как победу. Первые очки на Евро, и Словакия с Уэльсом впереди. Болеем за наших, все в наших руках. Далья Сапожникова, Дмитрий Примачек. Наше время. Оренбургский пляж на Беловке готов к купальному сезону. Накануне его проверили городские чиновники и сотрудники ГИМСа. Основные требования у нас водолазное обследование, чтобы оно было чистое. Медик должен дежурить обязательно. Спасатели, аттестованные с корочками, должны быть тоже на месте. Установленный график администрации, устанавливают график, скольки до скольки. Отмечу, что в местах, где нет спасателей и медиков, зачастую случаются трагедии. Только в прошлом году в области утонули 86 человек. В этом году уже 15 человек. Все происходит из-за того, что купаются в несанкционированных местах купания и в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому оренбуржцев призывают купаться только в разрешенных местах. Накануне выходных центральный пляж города заканчивали оборудовать. Убрали мусор, установили раздевалки, питьевые фонтанчики, информационные таблички и навесы от солнца. Завезли тонны песка, буйками разграничили зоны купания для детей и взрослых. Всегда они примерно 6-8 июня мы получаем это заключение. Просто в прошлом году жара была чуть раньше и мы чуть раньше все ходили на пляжный сезон. Сейчас вот вы видите, даже желающих в принципе позагорать на реке нет. Погода хоть и не совсем теплая. Река еще не до конца прогрелась. Я думаю, что мы в нормальных сроках. Самое главное, у нас есть заключение Роспотребнадзора, что купаться возможно. К слову, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни будет жарко. Но между тем, оренбуржцы, решившие этим летом отправиться к морю, неожиданно столкнулись с трудностями. Мало того, что о самых любимых бюджетных заграничных курортах в этом сезоне можно даже и не мечтать, так теперь еще есть риск не попасть даже на отечественные пляжи. Дело в том, что железнодорожные билеты раскупаются почти космической скоростью. Продажи стартуют за 45 дней до выезда, но уже через несколько секунд выясняется, нижних мест нет. В преддверии собственного отпуска наша Екатерина Киселева взялась выяснить, почему так происходит и как застраховать себя от невыезда в далекие и не очень далекие края. В Анапу мы едем 27 июня выезжаем. На море Юля едет не одна вместе с 4-летним сыном. Потому и курорт выбрала самый детский и к путешествию отнеслась крайне ответственно. Отсчитала от даты выезда 45 дней, караулила билеты. С дорогой туда схема сработала, а вот с обратной возникли большие сложности. В 10 часов начинают продавать билеты за 45 суток. То есть я планировала на 13 июля купить билет. Но придя туда 10 минут 11-го, обнаружила, что уже никаких билетов не осталось. Сказали, что все раскупили. Так сегодня говорят почти каждому покупателю билетов реальных и виртуальных. В любой момент обзавестись можно разве что боковым верхним местом. Ради нижних люди на вокзале не то что днюют, ночуют. Но даже при таком раскладе фартит далеко не всем. Ну да, ночевали мы, ждали, то есть очередь занимали. Продажа началась, все, то есть билетов нет, как говорится. Но вы успели? Ну успели. Нижние, но боковые в основном. Видимо, ощущая бурю негодования, железнодорожники решили устроить на вокзале областного центра день пассажира. Это что-то вроде общественной приемной, где можно задать любой вопрос самым важным птицам. Слетелось их, кстати, немало. Предчувствуя самые наболевшие, здесь признались. Спрос на южное направление в этом году небывалый. Всем желающим повидаться с морем билетов просто не хватает. 130% возрос спрос на южное направление по сравнению с прошлым годом, июнем, июлем, месяцем. И все-таки не совсем укладывается в голове, как все нижние места целого поезда могут исчезнуть через 5 минут после начала продаж билетов. 260 терминалов. Плюс люди пользуются сейчас электронным способом приобретения производства документов. Сколько еще человек? И каждый в 6.00 Enter нажал. Первые 5 минут порой до 40% блацкартных мест реализовывается. Туроператоры спешат раскрыть нам глаза и уверяют, билеты исчезают с почти космической скоростью не только с легкой руки пассажиров. Только билеты поступают в продажу, все кассы, все кассовые, так скажем, работники, у кого есть специализированная программа, они билеты стопорят. То есть они берут, на стоп ставят билеты, которые им нужны. В основном это плацкартные плацкарты. То есть нижние места они выкупаются тут же. То есть если вы открыли сайт РЖД, через 5 минут после начала открытия торгов вы не увидите уже этих билетов. Ну, к сожалению, такая, скажем, негласная процедура. Все говорят, что просто очень быстро выкупают. На самом деле так. А дальше заветные нижние места плацкартных вагонов якобы всплывают в агентствах, обнаруживаются перекупов, оседают в карманах так называемых своих людей. Федеральная пассажирская компания, которая за билеты в ответе, от этой схемы открещивается. А чтобы все желающие могли окунуть стопы в морюшко, обещают увеличить число мест. Сейчас между Югом Оренбуржьем курсируют 3 поезда и 5 прицепок. С 26 июня увеличат число вагонов, правда, увы, в основном купе. А с 10 июля в Адлер пустят дополнительный состав. Мы в лучшем случае добавим вагонов 8 плацкартных вагонов в летний период. Скажите, вот эти 8 плацкартных вагонов, как по вашему, они спроса покроют? Нет, не покроют. Однозначно будем просить и уговаривать наших клиентов все-таки перейти на купонные вагоны. Которые вдвое дороже, как я понимаю. Ну да. Это при том, что цена на билет в плацкартный вагон колеблется от 2,5 до 3,5 тысяч, а место в купе обойдется минимум в 6500. Что-то мне подсказывает, что, коли уж собрались вы в отпуск, то не остановит вас ни очереди в кассы, ни дефицитные билеты. Доберетесь, доплывете, долетите, доедете, доползете в конце концов. И до моря, и до северной столицы пусть так и будет. Хорошего отпуска вам всем. Двое время, к примеру, остается всего 2,5 недели. Я уже, как видите, пакую чемоданы и считаю дни. Екатерина Костелева, Вадим Нечаев, Виктор Горшенев. Наше время. Тем временем в Оренбурге решили развивать внутренний детский туризм. Даже разработали специальный маршрут, который, обещают чиновники, станет привлекательным для самых маленьких оренбуржцев. Сама идея звучит, безусловно, красиво. А что получится на деле? На экскурсию отправился Александр Ефанов. Буквально за три года в 2,5 раза увеличилось количество туристов. В 2,5 миллиона мы приняли туристов уже. Калужскую область вроде не омывает Черное море и климат там совсем не лечебный, но она уже стала в нашей стране пионером в развитии туризма. Там не изобретают велосипед, а показывают то, чем может гордиться Россия. Монастыри, заповедники, наукоград и самые разные фестивали. Новая амбициозная идея – создание парка развлечений «Волшебный мир России», который обещает оставить далеко позади пресловутый Диснейленд. Дети могут интерактивом заниматься, и обучающие программы, и где будут гостиницы, и в самой большой в мире здесь аквапарк будет. В Оренбургской области не захотели оставаться в стороне и тоже стали думать, как делать туризм для детей более привлекательным. Это направление работы для нас не ново. Этим занимаемся мы в Оренбургской области уже исторически непрерывно. У нас есть определенные наработанные, мы их называем положительные практики. Одно из главных достижений – это образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна». Как ни странно, почти за 20 лет новой России местный туризм потерял былую мощь, а потому основная задача – показать маленьким оренбуржцам их край с новой, интересной стороны. Прорабатывается вопрос о выделении, ну, пока мы задали вопрос, да, о выделении дотации на посещение удаленных уголков Оренбургской области, таких как, например, дом-усадьба Аксакова. То есть компенсация хотя бы малой стоимости перевозки для того, чтобы все детишки могли посмотреть в настоящий мемориальный музей. Я смотрю, вы сегодня у нас без родителей, так что подсказывать будет некому. Тем временем Оренбург также пытаются сделать привлекательным для маленьких туристов. Уже разработан специальный маршрут. Он включает музей истории города, памятники Пушкину Чкалову, пешеходный мост через Урал и драмтеатр. Экскурсия в игровой форме станет хорошей альтернативой скучным урокам краеведения. Люблю экскурсии, потому что там можно что-то новое узнать, какие-то знания получить. Ну, конечно, пока маршрут очень короткий, включает только центр города. Но хочется надеяться, доброе начинание будет поддержано, экскурсии станут разнообразнее, и Оренбургия в будущем превратится в Мекку для туристов самых разных возрастов. Александр Ефанов, Константин Воробьев. Наше время. Восемь бездомных кошек обрели хозяев всего за несколько часов. Вчера в Оренбурге впервые прошла благотворительная выставка животных «Найди себе друга». В торговом комплексе «Кит» собрались волонтеры. На выставку они принесли своих подопечных, некогда спасенных кошек и собак. Из 20 животных, которые месяцами не могли найти хозяев, 8 обрели свой дом всего за пару часов. К слову, вопрос пристройства сейчас стоит наиболее остро. Как говорят сами волонтеры, бездомных животных намного больше, чем потенциальных хозяев. Именно поэтому добровольцы раздавали листовки, где призывали оренбуржцев стерилизовать своих питомцев, особенно живущих в частных домах. И ответственно относиться к их содержанию. Ведь бездомными кошки и собаки становятся по вине самих людей. Большинство погибают в первый же год жизни на улице. На этом все. Сообщаем, что завтра время нашего эфира меняется. В 10 вечера в этой студии «Мирики Ульманов». Следите за новостями на сайте 56nv.ru. Всех с праздником, хороших выходных и до встречи. Охлаждайтесь выгодно. Распродажа кондиционеров. Суперстрой тепловодоснабжение. Телефон единой справочной. 66 45 45.